Время новостей Донбасса. В студии Сергей Грунов. Здравствуйте. Не смолкают орудия на передовой. Три десятка обстрелов насчитали в штабе АТО за прошедшие сутки. Наиболее интенсивный огонь ведется вокруг Донецка и в окрестностях Мариуполя. На Луганском направлении применяются запрещенные 120-е минометы. Раненых и погибших нет. Бывший боевик в украинской прокуратуре госслужащего из Донецкой области подозревают в сотрудничестве с незаконными формированиями. По информации правоохранителей, в 2014-м он служил на одном из блокпостов, так называемой ДНР, в Бахмутском районе. Отвечал там за пропускной режим, проверял транспортные средства. Он прошел на умовах конкурса и стал прокурором территориальной прокуратуры. На сегодняшний час было задокументировано его злочинная деятельность. 20 квитня ему было сообщено про подозр, и в подачу ему планируется оборудование запрещенного захода в выгляде тримания под вартою. Двойное убийство в Селидово. Братья отомстили за смерть сестры, жестоко расправившись с владельцем местной базы отдыха. Убрали свидетеля и сфабриковали себе алиби. Подозреваемые задержаны. Какие показания дают, расскажет Елена Уланова. Изуродованное тело предпринимателя нашли здесь, на берегу Селидовского ставка. Мужчину избивали всем, что попадалось под руку – лопатой, палками. Жертву изрезали ножом. На шум и крики выбежал сторож базы отдыха. Но преступники избавились и от свидетеля. Орудие убийства бросили – 10-метровый колодец, накрытый бетонной плитой. Затем поехали к знакомым, чтобы обеспечить себе алиби. Ускладнивало работу правоохранительства, что водойма находилась в населенном пункте. Майже никаких свидетельств не было. Працовалось несколько версий. То есть это и экономическая деятельность потерпелого. В ходе следствия в поле зрения правоохранителей попали двое братьев 25 и 26 лет. Один из них за день до убийства вышел из мест лишения свободы, где отбывал наказание за изнасилование. По словам полицейских, расправу над предпринимателем задержанные планировали заранее. Так решили отомстить за смерть сестры. У них была сестра, которая год потом покинчила жизнь самогубством. Она была отношения с одним из потерпелем. И они считали его причетным к этой ситуации и к ее смерти. Сейчас задержанные дают признательные показания. Они дают показы. И в ближайшее время будет выречено вопрос, что до обранья относительно этих людей за побежного захода выглядит тримание под варто. Братьям подозреваемым в двойном убийстве грозит пожизненное заключение. Елена Уланова, Телеканал Донбасс. В Краматорске появился бюст Ленина и красное знамя с советской символикой. Их установили неизвестные на Меловых горах вблизи города и сняли это на видео. Ролик выложили в интернет. Так активисты отпраздновали 22 апреля, день рождения вождя пролетариата. Оставлять монумент без присмотра не стали. Унесли с собой. Сейчас шутников разыскивают правоохранители. На данный момент работники отдела выезжали на место. Не было выявлено ни бюсту, ни каких других предметов, которые были изображены на видео. По данному факту, работниками полиции Краматорского отдела проводится переверка. Они высаживают огород, рискуя жизнью. Большая семья Головиных из прифронтового села Пищевик не раз попадала под обстрел в своем доме. Работы нет, купить продукты в селе невозможно. Магазины закрыты, аптеки и школа тоже. Как выживают в изоляции, видели наши корреспонденты. А вот КПП у нас на той улице. Пункт въезда-выезда видно прямо со двора Светланы. Село Пищевик находится на линии разграничения, поэтому половина местных жителей его покинули. Тут у нас на улице пять домов всего, жилых. Вон тут дом, горел полностью. Туда впала мина, там целую ночь горела. Снаряды разрывались и под окнами дома, в котором живут Головины. Мы были на огороде, оттуда бежали, а здесь везде сыпались стекла. Мы вот тут лягли, стекла и вот такие осколки были железные. По всему двору лежали. Разрушенные стены залатали, окна застеклили, но семья живет в постоянном страхе. Звуки взрывов раздаются прямо за этой посадкой. То там взорвется что-то, то там. Это же постоянно одно и то же. Земля дрожит. Само больше боюсь, чтобы с семьей ничего не было. От безысходности дети и внуки Светланы вновь выходят работать на огород. Сейчас посадим, а будем зимой кушать. Выращенный урожай – подспорье для большой семьи. Завод же вообще не работает. На две трети и ничего не платят даже вообще. Так и живем на детской или там где-нибудь на подработки идти. В пищевике нет магазинов, аптек, школы и детского сада. Несколько десятков оставшихся жителей в изоляции. Хлеба нет. В Павлополь ездим в магазины или же в Толоковку в Гнутово. Или дети привозят продукты. Гуманитарные наборы штаба Рената Ахметова – единственное спасение. Теперь о запасе продуктов большая семья не беспокоится. У меня пенсия вообще маленькая. Дед пенсию не получает вообще. Благодарим Рената Ахметова, что нам помощь дает. Очень благодарны. Спасибо огромное, что дает выжить. Мне и ребенку важна и нужна эта помощь. Очень благодарны за нее. Как бы тот же сахар, та же мука, масло. Нам это в помощь очень хорошо. Поэтому нам очень большое-большое спасибо Ренату Леонидовичу. Несмотря на все трудности, люди не покидают родное село и очень ждут мира. Чтобы не было войны и везде был мир. И все дружили. Оксана Корчма, Евгений Якунин для телеканала «Донбасс». Ночные заморозки и грозы прогнозируют синоптики. Значительно похолодает на севере и востоке Украины. Но ненадолго. Потеплеет уже со среды. Поэтому на смену теплым курткам, наконец, придут легкие платья, открытые босоножки и яркие цвета. Так как же обновить гардероб, чтобы и на работе, и на прогулке быть на высоте? О модных тенденциях в следующем сюжете. Цветы, птицы, тропики и джинс. В этом сезоне есть чем экспериментировать. Дизайнер Дмитрий Сердюк убежден, правильно подобранный принт может сделать фигуру стройнее. Полосочка полоненьких спасает всегда. Если она идет в таком формате, получается, вертикально. Если горизонтальная полосочка для полоненьких людей, она будет немного неудобнее. Чтобы на ляписти не было, если мы берем принтованные юпочки, то у нас вверх должен быть однотонный. А вот мучить ноги на высоченных каблуках в этом сезоне не придется. Если говорить о каблуке, то в этом сезоне мы говорим об устойчивом каблуке 6-8 сантиметров. Вот он может быть прямой, либо немного раскрешенный. И в нашем понимании в идеале обтянутый материалом, чтобы это было максимально красиво. Подобрать повседневный образ мы попросили стилиста Катерину Глыбченко. Это может быть цвет, такие легкие тона, например, голубой может быть, может быть пудровый. Это прям совсем цвет сейчас, который в моде. Хотим, наверное, подобрать сюда вот такую легкую рыбашечку из вискозы. И вдобавок босоножки с закрытым носком оттенка капучино. В таком образе можно и на побачение. И даже если за окном плюс 25, работу никто не отменял. Такой комплект можно комбинировать как с классическими белыми кроссовками, так и с телесными черными лодочками. Если дресс-код позволяет, классические костюмы можно заменить платьем-халатом светлых оттенков, советует дизайнер Ярослава Борила. И главное, не прогадать с выбором ткани. Очень многие заблуждаются в том, что чем тоньше материал, тем им будет комфортнее. На самом деле, главное, чтобы материал был натуральный. Ведь если у вас очень тонкий, но искусственный шифон, он в любом случае будет очень парить. Ярким акцентом образом может стать помада или сумочка. Ксения Середа и Вячеслав Виндичанский специально для телеканала «Донбасс». 30 апреля заканчивается антитеррористическая операция. Оперативный штаб обедненных сил берет управление ситуацией в зоне военного конфликта в свои руки. Как заявил командующий штабом Сергей Инаев, в планах военных не только силовой вариант развития, но и реализация гуманитарных проектов. Один из них носит название «Помощь идет». Алексей Куделя подробнее. Сергей Быков готовится к отъезду в Днепро. Там житель Маринки получит квалифицированную медицинскую помощь. В прошлом году парень попал под обстрел. Ноги перебило осколками. Несколько из них достать в местной больнице так и не смогли. Пошли к соседке за воду, а тогда стреляли. Ну, я сказал маме, что я пойду, а она останется у нее пока что. Ну, я пошел и попал под обстрел. Я чувствовал, что кровь много убылась. Боль чувствую. В районной больнице при фронтовой Красногоровке Сергею помочь не могут. Нет нужного оборудования. У нас сейчас нет таких возможностей и таких условий, как у нас, так и в Курахово. Часть отделений развернута наших. Оказать такую высокоспециализированную медицинскую помощь. Пациенты, возвращающиеся из Днепра, очень довольны оказанными услугами. Помочь решили офицеры гражданско-военного сотрудничества. Организовали для Сергея бесплатное лечение в Днепре в рамках проекта «Помощь» идет. Объединенными силами започаткована стратегичная инициатива «Допомога СХИД». В рамках этой инициативы будет проведено очень много работы в рамках патриотического и национально-культурного выхождения детей Донеччины и Луганщины. В рамках назначенной инициативы происходит проект «Допомога ИД» еще до недо неквалификованные медичные «Допомоги». В рамках проекта военных квалифицированную медицинскую помощь в лучших клиниках Днепра и Запорожья уже получили 20 жителей Марьинского района, пострадавших в результате обстрелов. В планах офицеров группы гражданско-военного сотрудничества также восстановление мирной жизни на Донбассе. Алексей Куделя, Игорь Монастырев, телеканал Донбасс. Акция «Чистый город» прошла в 22 населенных пунктах Украины. На субботники в выходные вышли более 3000 человек. Как наводили порядок в своих городах и селах и где стало чище? Елена Успенская знает. Центральный сквер города Доброполье. Работа здесь кипит с самого утра. С коллегами пришли на субботник. Ну вот, метем, гребем, убираем. Метут и убирают сотрудники шахтоуправления ДТЭК Добропольская. Наводить порядок в городе вышли целыми семьями. Четырехлетняя Мария помогает папе. Помогаю папе носить веточки. Мой папа работает на носах Добропольской. Убрали листво, сухостоя, чистили сквер от мусора всего за несколько часов. Акция «Чистый город» Доброполье – ежегодная традиция. Соответственно, компания должна гордиться теми людьми, которые действительно выходят на эту акцию. Такого рода мероприятия они сплачивают коллектив. Неформальная обстановка. Тут нет начальника или нет начальника. Удали тебя, грабли мне. Ну вот, я должен что-то сделать. А здесь, на территории шахты «Алмазная», в выходные появился новый сквер. Сотрудники предприятия на субботнике высадили 50 молодых тополей, акаций и кленов. Сажаем, чтобы досталось нашему поколению и будущим работникам шахты «Алмазная». Будут радоваться и рабочие, и их дети, которые будут проходить. От набережной до улицы энергетиков центра Курахова трудились работники Кураховской ТЭС. Для энергетиков ДТК Кураховской ТЭС весенняя уборка на доменной улице является уже традицией. В поселке Новодонецкое привели в порядок любимое место отдыха местных жителей – сквер. Прямо настроение поднимается от того, что много людей вышло, все трудятся. Пока трудовые коллективы наводят порядки, горный инженер шахты Новодонецка заведует полевой кухней. Для своих коллег Александр готовит кулеш. Лук, морковка, немного соды, масло. Выходные. Акция «Чистый город» прошла в 22 населенных пунктах Украины, где работают предприятия компании ДТК. Всего в субботниках приняли участие более 3000 человек. Елена Успенская, Владимир Краснов, телеканал «Донбасс». На этом наш выпуск завершен. Время новостей Донбасса продолжает следить за развитием событий. Всего доброго. В Киеве объявили победителей всеукраинского образовательного конкурса «Морское дело-2018». Его благотворительный фонд Бориса Колесникова проводил впервые. Проходил конкурс полгода. Участие приняли более 600 студентов морских и судостроительных специальностей со всей Украины. И только 30 из них завоевали главный приз – поездку в Афины на международную выставку «Поседония-2018». Это первый конкурс в морском деле. Победители просто молодцы. Работы впечатляют. Как кораблестроители, так и моряки. Нет слов. Одни эмоции. Мир очень коммуницирован, интегрирован. Поэтому капитаны, которые выходят из наших вузов, они несут с собой частичку украинской души и своим профессионализмом продвигают и прославляют нашу страну по всему миру. На конкурс подали заявки студенты из 15 вузов страны. Они представили собственные разработки и стартапы для развития Украины как морского государства. Проекты конкурсантов рассматривала экспертная жюри. Больше всего победителей подготовили профильные вузы Одессы и области. «Сам конкурс он заряжает. Когда ты видишь молодых людей, которые стремятся в море. Море – это сказка. Это нужно почувствовать в душе. Эти люди туда рвутся. Это вселяет надежду, что не умрет подготовка моряков. Это люди готовые, живут морем, дышат, стремятся. И у них будет наверняка успех». Уже в июне победители отправятся в Афины, где посетят форум «Поседония-2018». Юные моряки познакомятся с трендами и инновациями в морском деле. «Я очень хотел выиграть. Я очень тщательно готовился к этому. И, собственно, я очень рад результату. И прежде всего мне даже порадовала не моя победа, а то, что я послушал других участников. Я посмотрел на другие проекты. И для меня это действительно было очень интересно». Фонд Бориса Колесникова в этом году проводит семь образовательных проектов для студентов технических специальностей. Сейчас на сайте организации продолжается регистрация в проекте «Программист» с поездкой победителей в Японию.